В Узгене незаконные постройки препятствуют улучшению инфраструктуры города. Об этом заявляют местные власти. Имидж города портят мелкие ларьки, летние кафе и другие коммерческие объекты, незаконно занимающие территорию муниципальной собственности. Подробности в нашем следующем материале. Власти города Узген последние годы уделяют внимание улучшению инфраструктуры и благоустройству. Так было заасфальтировано 650 метров одной из старостепенных улиц. Раньше жителям приходилось идти пешком до центральной улицы, потому что общественный транспорт сюда не ходил. А вот проекты по благоустройству сталкиваются с препятствиями. Центр города пестрит незаконно возведенными магазинами, ларьками и летними кафе. Как, например, сквер перед Узгенским домом культуры в центре города, в котором незаконно работает летнее кафе. Сквер находится в ведении городской мэрии. Здесь запланировано построить фонтан, уложить брусчатку, поставить скамейки и провести освещение. Однако летнее кафе, работающее здесь незаконно, как видно, не собирается освобождать территорию. Хотя документы о праве на собственность владельцы предъявить не могут. Та же проблема и с незаконными постройками на центральной улице Узгена, через которую пролегает трасса Ош-Бишкек. В нескольких метрах от жилого дома работают торговые точки, которые приносят жителям много неудобств. Эти ларьки работают круглосуточно. Ночью здесь собираются алкоголики и часто дебоширят, громко разговаривают, дерутся. А у нас в доме живут дети, работающие люди, которым нужен отдых. А дом на пересечении улиц Гагарина и Джубек-Джулу практически лишился двора. Здесь в октябре прошлого года начали строить дорогу, но еще не завершили. Пользуясь этим, предприимчивые торговцы успели установить свои точки. Из-за строительства дороги были снесены гаражи нескольких жителей, уничтожены зеленые насаждения, а перед домом уже развернули торговую точку. Это просто издевательство. Дорогу так и не достроили, а магазины продавали. Продолжают незаконно работать. После смены власти все документы, среди которых акты, отчеты о проверках и рейдах, предписания были утеряны. Сейчас мы занимаемся восстановлением этих документов. После этого у нас будет законное основание требовать освободить территорию и продолжать реализовывать инфраструктурные проекты. В настоящее время департамент муниципального имущества готовит документы для обращения в суд. По словам главы департамента, документы по нескольким делам будут готовы уже через три дня. Регина Имак Джолайбашев, Общественный Первый канал, Ожская область.